МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В мае в мире отмечают день борьбы с астмой. Из-за чего возникает эта болезнь и кто ей подвержен. Праздник весны и труда профсоюз внеев провел большой субботник. Кубок Руфиац внеев в СОРОЙ прошел турнир по боксу между атомными городами. Далее расскажем по всем подробно. Правительство поможет сотрудникам IT-компаний улучшить жилищные условия. Для них запущена льготная ипотечная программа по ставке не более 5% годовых. Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн. рублей, в других – 9 млн. До конца 2024 года по программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд. рублей. Михаил Мишустин отметил, что главная задача – создать комфортные условия для работников отрасли. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией этой программы. Работа ведется по поручению президента. 3 мая в мире отметили день борьбы с астмой, по сведениям ВОЗ. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. От него страдает 300 млн. человек. При этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Астма может возникнуть в любом возрасте, но чаще ей подвержены маленькие дети. Число больных астмой людей растет во всем мире. Для того, чтобы контролировать эту болезнь, под эгидой ВОЗ была разработана глобальная стратегия контроля аллергических воспалений – джина. Ее пересматривают и дополняют каждые 2-3 года. По ней работают во всем мире – и в США, и в странах Африки. На основе джина в России разработали национальную программу, по которой и работают наши специалисты. По мере накопления знаний стало понятно, что это одно и то же аллергическое воспаление, но с очень разными фенотипическими индивидуальными проявлениями. Астма у мальчиков, астма у девочек, астма и ожирение, астма и диабет, пульсовая бронхиальная астма, астма физического усилия, астма часто болеющих, инфекционно-зависимая бронхиальная астма, возрастная астма, профессиональная астма. У больных астмой возникают стойки дыхательной обструкции, которые не снимаются без применения специальных средств. Сдавливающие боли в груди, одышка, свист в легких, ночной сухой кашель, затрудненность выдоха. Эта болезнь не лечится, но при раннем выявлении ее можно хорошо контролировать. Важно вычислить то, что запускает приступы и устранить триггерный механизм. Но причина 15% от всех астм остается непонятной. Хорошо в борьбе с астмой помогают занятия музыка. Занимаются хором, занимаются боевыми искусствами. Все, что с дыхательными упражнениями, очень идет. Очень идет для наших астматиков. Плавание, спортивная гимнастика, да все, что угодно. С конца 90-х Марина Юрьевна ведет астму-школу, проводит лекции для родителей. В рамках индивидуальных занятий она учит детей, как контролировать болезнь. С помощью этого самоконтроля можно менять уровень базисной терапии. Подход к каждому пациенту индивидуальный. Если ребенок справляется на негормональной терапии, контролируемое течение, без частых обострений, значит мы не будем использовать гормональную терапию. У нас идут другие средства для базисной терапии прикрытия. Если же ребенок не справляется, то мы начинаем базисную терапию и не обязательно на два года. Сегодня астма – это не приговор. Соблюдая все рекомендации медиков, человек может жить полноценной жизнью. Если в 90-е годы этот диагноз практически закрывал двери в профессиональный спорт, то сейчас астматики занимают призовые места на различных мировых чемпионатах. Диагноз – астма. Есть у футболиста Дэвида Бекхэма, четырехкратного победителя Тур-де-Франс велогонщика Криса Фрума, двукратного олимпийского чемпиона, пловца Томаса Долана и других. Екатерина Апенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Саровчане могут помочь семьям беженцев из Мариуполя, которые приехали в Вознесенский район. Необходимо постельное белье, подушки, полотенца, футболки, кроссовки – мужские и женские. Вещи принимают в Центре милосердия на Пушкино 24А с пометкой «Беженцам». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 опубликовала график работы поликлиник на предстоящие майские праздники. Поликлиника номер 1 будет работать по субботнему графику 8 мая. Прием проведут дежурный терапевт и хирург. Кроме того, будет открыт процедурный кабинет, в том числе в дневном стационаре. В детской поликлинике прием дежурного педиатра пройдет 8 мая с 9 до 12 часов. Вызовы на дом до 12. Также будет открыт процедурный кабинет. График работы стоматолога в кабинете больничного городка 7 по 10 мая с 8 до 13 часов. Неотложную и экстренную помощь будут оказывать отделение скорой медицинской помощи и стационар больницы. В Сорой продолжается младежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 5 и 6 мая пройдут обучающие мастер-классы для волонтеров. 5 мая в клубе «Мечта» начало в 15 часов. 6 мая в клубе «Здоровье» начало также в 15. 6 и 7 мая ленточки будут раздавать горожанам с 16 до 17 часов у Ледового дворца и у БЦНа Силкина. 2 мая на 82-м году жизни болезнь унесла жизнь Ольге Александровне Колесовой. Одной из первых и главных экскурсоводов музея ядерного оружия, заслуженного работника Орфеат Суниев. 56 лет она проработала в ядерном центре и 29 из них в музее. Ольга Александровна Колесова будет похоронена 5 мая на аллее почетных захоронений. Кубок Победы 2022. 9 мая на центральном поле стадиона «Икар» пройдет традиционный футбольный турнир. Соревнования организуют в формате 7 плюс 1. Начало в 11 часов. Заявки на участие команд можно оставить в группе «Федерация футбола» города Сарова. 15 мая в честь Международного дня семьи в Сарове пройдет парный турнир. По бадминтону в соревнованиях могут принять участие члены семей различных родственных связей. Например, родитель ребенок, бабушка, внук, брат, сестра, муж, жена. Турнир организуют в двух подгруппах по силе пар. Заявки можно подать до 13 мая включительно любым удобным способом. Подробности в группе «Бадминтон» в Сарове ВКонтакте. Саровченко написал заявление на бывшего мужа. Женщина обвинила экс-супруга в том, что он повредил ее автомобиль Hyundai Creta. Полицейский проводит проверку. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Опять мошенники. Еще один саровчанин стал жертвой злоумышленников и лишился 30 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что на имя его собеседника пытаются оформить ипотечный кредит. Необходимо срочно перевести деньги с банковского счета Саровчанина на другой, специально открытый для него счет. Ничего не подозревая, доверчивый гражданин снял 400 тысяч рублей и через банкомат перевел мошенникам почти 30 тысяч. Полиция возбудила уголовное дело. В Сарове продолжаются кражи двухколесного транспорта. Из подъезда на улице Александровича увели велосипед, который был оставлен на лестничной клетке. А с парковки у бассейна «Дельфин» похитили самокат. Полиция в очередной раз напоминает, что свой двухколесный транспорт надо хранить в квартире, а не вставлять в подъезде. Кроме того, на улице надо обязательно пристегивать самокаты и велосипеды противоугодным тросом. ДТП с пострадавшим произошло в Сарове на прошлой неделе. Женщина-водитель за рулем иномарки сбила пешехода 1960 года рождения. Пешеход переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Еще одно заявление поступило от жительницы дома на юности. В подъезде женщины на этаже живет посторонний человек. Прямо там справляет нужду и пугает детей. Там же на юности в подъезде дома на жителей наполнил известный и избил его. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Более 150 сотрудников в НЕФ вышли на профсоюзный субботник. Праздник весны и труда отметили на стадионе «Авангард». Участники субботника обновили ограждение, а также убрали территорию вокруг стадиона. Подробности далее. И, конечно, праздник весны и труда мы встречаем с трудом на большом профсоюзном субботнике. И еще раз ура, товарищи! В год своего 75-летия профсоюз ядерного центра не мог остаться в стороне от самого профсоюзного праздника 1 мая. Около 150 человек собрались на стадионе «Авангард». С приветственным словом к участникам субботника обратился председатель городской думы Антон Ульянов, а также председатель профсоюза РФЯЦ ВНЕФ Иван Никитин. Все социально-трудовые проблемы, накопившиеся и возникающиеся вновь, можно и нужно решать. И мы уверены, что и сейчас, в последнем мире, активный диалог профсоюзов и правительства дадут необходимый результат. Мы люди труда, те, кто каждый день на своем рабочем месте вносит вклад в нашу общую победу. Мы гордимся своей страной. Мы будем трудиться во имя победы нашей Родины. После завершения торжественной части работа закипела. Участников разделили на семь бригад. Каждая отвечала за свой сектор. Субботник стал настоящим первомайским праздником. Из колонок звучали добрые советские мелодии, знакомые каждому. Изначально 1 мая профсоюз хотел провести традиционное шествие. Наша задумка столкнулась с некими сложностями организационными. Сначала была пандемия, потом другие ограниченные факторы. И решили сделать большой профсоюзный субботник. Потому что именно в таком формате его давно не проводили. Я даже не вспомнил, когда. Сегодня на 9 утра стоял дождь. Но мы делаем богоугодное дело, поэтому у нас солнце и достаточно тепло. Стадион постепенно преображался. Ограждение обновили, а с территории убрали сухие ветки и прошлогоднюю листву. Майские весенние субботники для Сарова стали доброй традицией, которая объединяет коллективы, горожан и даже поколения. Атмосфера чудесная, дружеская. Приятно, что все мы работаем вместе в коллективе, сообща. И обязательно быстро сделаем свою работу. Во-первых, потому что это делает город чище и красивее. Во-вторых, это очень сплачивает людей. Заводятся новые дружеские отношения и тому подобное. Приятно пообщаться со своими друзьями и коллегами. Завершили праздник церемонии награждения трудовых коллективов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Правительство выделит около 9 миллиардов рублей на развитие медицинской реабилитации в регионах. В период распространения коронавируса переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями, преодолеть которые помогает медицинская реабилитация. По поручению президента, правительство продолжает развивать систему реабилитации. Почти 9 миллиардов рублей будет направлено в регионы на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. Современное оборудование позволит эффективно лечить пациентов. Еще больше граждан смогут получить такую помощь как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. Услугами реабилитации можно воспользоваться бесплатно по полису ОМС после назначения врача. Забота профессионалов поможет людям скорее преодолеть недуг и вернуться к активной жизни, подчеркнул Михаил Мишустин. В ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. В Дворце детского творчества прошел 59-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». На нем подвели итоги насыщенного учебного года, утвердили список награждаемых активистов, определили лучшие школьные коллективно-творческие дела, обсудили дальнейшие планы. Слет Союза детских организаций «Сияющие звезды» ежегодно проходит в начале и конце учебного года. Вынос знамени, сдача рапорта «Игра барабанщиков» – традиции пионерской организации, которые продолжают «Сияющие звезды». На 59-м слете пионеры организовали четыре заседания по разным вопросам. Так, на станции детской палаты «Галактика» обсуждали деятельность Союза в течение 2021-2022 учебного года. Носили предложения по организации мероприятий, определили лучшие дружины. В конце каждого учебного года мы на слете «Галактики» представляем диагностику успеха. И дружины заявляются на «Дружины опорные», «Дружины доверия». В этом году у нас на «Дружины доверия» две школы вызвались, и на «Дружины опорные» тоже две школы вызвались. Одно из самых значимых событий для «Сияющих звезд» – городское мероприятие «Бей барабан». Дружина представляет свои знаменные группы отряда барабанщиков. Именно по итогу этого конкурса формируется пионерский состав, который будет выступать на Дне Победы. В этом году в конкурсе «Бей барабан» наша школа приняла участие, и наша младшая знаменная группа заняла призовое место. Мы их тренировали, с ними занимались, тренировали выход знаменной группы, вынес знамени и игру барабанщиков марша тренировали. Впереди у активистов Союза детских организаций «Сияющие звезды» празднование 100-летия пионерии. Торжественные мероприятия состоятся 18 и 19 мая. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей «Сарова-24». В преддверии майских праздников в Доме молодежи прошел благотворительный турнир по боксу «Кубок Орфятсвнеев-2022». Состязание было между двумя атомными городами – Саровом и Заречным. Подробности далее. Турнир по боксу – ежегодное мероприятие «Орфятсвнеев». В этом году соревнования проходили между спортсменами Сарова и Заречного под слоганом «Пока мы едины, мы непобедимы». Атомные города – это те города, которые после окончания Великой Отечественной войны обеспечили мир на этой земле. И очень символично, что в преддверии Дня Победы здесь спортсмены из атомных городов просто делают для нас праздник бокса. Это здорово. В связи с пандемией турнир не проводился два года, но в 2022 году традицию возобновили. «Наконец-то отступили до ковидного ограничения. Наконец-то мы здесь все вместе собрались. Опять на этом чудесные праздники. Праздники спорта, праздники бокса. Как было уже сказано, бокс, как и любой спорт, он прежде всего в человеке формирует чувство патриотизма, что сейчас для нас очень-очень важно. Поэтому нашим спортсменам, всем спортсменам желаю честных и ярких побед. Саров выиграл Кубок РФЦНИЕВ 2022 с общим счетом 7-4. Горожане активно поддерживали не только свою команду, но и успешные выступления соперников. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин